Канал StartAndroid приветствует всех, кто нас смотрит и изучает Android вместе с нами. Урок 50. SimpleAdapter. Используем ViewBinder. В этом уроке используем свой SimpleAdapter ViewBinder. Адаптер SimpleAdapter при своей работе сопоставляет view-компоненты и значения из map-объектов. Как он это делает по умолчанию и с какими view-компонентами умеет работать, мы рассмотрели в предыдущих уроках. Но если нам не хватает этих возможностей, мы всегда можем создать свой обработчик и присвоить его адаптеру. Для этого используется метод setViewBinder, который на вход требует объект SimpleAdapter . Мы создаем свой вариант этого биндера и реализуем в нем метод setViewValue, в котором прописываем всю логику сопоставления данных и компонентов . Метод возвращает значение Boolean. Алгоритм работы адаптера таков, он сначала проверяет давали ли ему сторонний биндер. Если находит, то выполняет его метод setViewValue. Если метод возвращает true, то адаптер считает, что обработка успешно завершена. Если же false, то он выполняет биндинг в своем стандартном алгоритме, который мы рассмотрели на предыдущих уроках. Если адаптер не находит сторонний биндер, он также выполняет стандартный биндинг. То есть наша задача заполнить метод SimpleAdapterViewBinderSetViewValue. И здесь уже нет ограничений на TextView или ImageView. Может быть обработан и заполнен любой компонент. Создадим пример, в котором будем заполнять значение ProgressBar и менять цвет LinearLayout. Это будет приложение Monitoring, которое отображает уровень загрузки мощностей какой-то системы в разрезе дней. ProgressBar будет показывать уровень загрузки, а весь пункт списка будет подкрашиваться цветом в зависимости от уровня загрузки. Создадим проект. Рисуем экран Main.xml. Здесь только список. Нам понадобится создать файл res-values-colors-xml, где мы перечислим требуемые нам цвета. Теперь создаем лей-аут для пунктов списка, res-layout-item-xml. ll-laut-linar-layout, который занимает весь пункт списка, и который мы будем разукрашивать. tv-laut – текст информация, pb-laut – индикатор загрузки, код MainActivity. Смотрим код. Заполняем массив данных загрузки по 100-бальной шкале. Формируем данные для адаптера, в TextView будем передавать краткую информацию в String, а в ProgressBar и LinearLayout значение загрузки int. Заполняем массивы сопоставления. Создаем адаптер, говорим ему, чтобы использовал наш биндер и настраиваем список. Вложенный класс MyViewBinder – это наша реализация биндера. Мы должны реализовать метод set ViewWallee, который будет использоваться адаптером для сопоставления данных из Map и View компонентов. На вход ему идут View – ViewComponent, Data – данные для него, TextRepresentation – текстовое представление данных, DataToString, или пустой string, но никогда не Now. Итак, смотрим реализацию. Сначала проверяется, какой компонент нам дали на обработку. В случае ll allowed мы ожидаем данные типа int, поэтому выполняем приведение Object к Integer и получаем данные по загрузке из массива. А далее смотрим уровень этой загрузки. Если меньше 40, то будем считать, что все окей. Цвет фона зеленый. Если от 40 до 70 – внимание, цвет желтый. Выше 70 – высокая нагрузка, красный цвет. Возвращаем True. Это важно. Тем самым мы говорим адаптеру, что мы успешно выполнили биндинг для данного компонента, и выполнять для него стандартную обработку не надо. В случае pb loud мы также ожидаем int и выполняем приведение. А затем просто вызываем метод setProgress и передаем ему значение. В конце возвращаем True. Мы сами успешно обработали компонент, стандартная обработка не нужна. Для всех других View компонентов метод setViewValue будет возвращать False, это значит компоненты пойдут на стандартную обработку адаптера. В нашем случае по этому пути отправится TVLoud, и адаптер сам передаст ему текст из Map, наше вмешательство не нужно. Все сохраняем и запускаем. Получаем вот такую картинку. LinerLayout заполнился цветом, ProgressBar отобразил уровень загрузки, TextView показал информацию о дне и загрузке. На этом все. На следующем уроке используем SimpleAdapter для построения списка. Добавляем и удаляем записи в списке. Всем пока!